АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Владимир Владимирович, прекрасный лидер. Я какое-то время, когда он пришел к Владимир Владимировичу, когда он премьера стал президентом, мне это казалось все как-то несерьезно. Да я сам человек был такой, я очень так обстратно к этому отвлечен относился. Ну и юность, женитьба, жизнь. Я дашу прощения. Реклама. Простите. АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, я не верю, что у нас, чтобы... А, мы не через «Лайк до рекламы». Нет, тоже. Это было бы... Да, пожалуйста, простите. Последнее. Относиться о том, что за меня договорят, что я думаю про Владимира Владимировича, я на традиционной части своей коориатии остановился. Дать я продолжу, уже поверти в чемпионателе, иначе осудят там. Но потом, когда вот случилось все с Крымом, случилось, мне это очень понравилось. Очень понравилось. Потому что это... Захар, газета «Народная инициатива». Сегодня прозвучало выступление Ивана Ахлобысина. Во время этого выступления была произнесена фраза. Я предлагаю выдвинуть Захара Прилепина президентом. Это начало вашей предвыборной кампании президентской? Дело в том, что Иван Иванович Ахлобысин человек неконтролируемый и произносит вещи, вступающие в легкое противоречие с программой партии, в прямое противоречие с программой партии, ну и так далее. И в этом смысле, конечно же, никаких по этому поводу планов хоть как-нибудь и кем-нибудь проговариваемых ни у партии, ни у ЦК, ни у наших коллег, нет. Но Иван Иванович имеет право сгущать пространство до известных степеней. Тем более, я все-таки повторяю, что Иван Ахлобысин не является членом партии «За правду». Он советник, собственно, мой и управления партией по самому широкому спектру вопросов. Поэтому он имеет некую возможность воинового изложения своих представлений о нашем будущем.